Тебе надо отъесться. Тебе надо хорошо отдохнуть. Вы не были на Таити? Помните этого попугая, который все время хотел на Таити? Марлон Брандо туда добрался. Всю жизнь он провел на Таити. Купил там 12 мелких островов. Нашел жену-тоитянку. Это она. Прибывал среди цветов и птиц, изредка выбираясь в Голливуд подзаработать. Пойди к Таталье. Сделай вид, что ты не в восторге от нашей семьи. И разузнай, что сможешь. Просто заработок для Брандо, а для нас грандиозные роли. Кто бы ни пришел на счет этой встречи с Бордзинни, он предатель. Не забывай этого. Брандо открыл новую главу в кино, появившись в футболке в 51-м в «Трамвае желания». Такая футболка считалась нижним бельем. До Марлона актеры были словно отфотошопленными. А Брандо предстал естественным, даже небрежным. Животная харизма. Женщинам неожиданно понравилась. А в 72-м навсегда завоевал мужскую аудиторию. Спокойными репликами Вита Корлеоне в крестном отце. Я сделаю ему предложение, от которого он не откажется. Марлон сам снял пробы и гонорар взял скромный. Просто почувствовал, что надо здесь сняться. Почувствовал своим звериным чутьем. Скажи Луки Брази, пусть зайдет. Коппола пригласил Марлона еще и в апокалипсис. Сегодня съемки с резким Брандо и были настоящим апокалипсисом. Но режиссер и актер выдержали друг друга ради нас, зрителей. Спасибо им. У ужаса есть лицо. И ты должен подружиться с ужасом. Всю красоту своей грубости Марлон раскрыл в последнем танго в Париже. Когда я тебя целую, из этого можно сделать кино, говорил его герой. Из всего он делал кино.